Основные действующие лица Иосиф Пригожин, продюсер Валерий, а с ним в этой истории и другие артисты, Владимир Киселев, автор идеи создания патриотического медиахолдинга ПМХ и основатель благотворительного фонда Федерации. Обо всем по порядку. На неделе российские поп-звезды грозят объявить бойкот русскому радио. Говорят, создадим свое новое, другое русское, и все будет хорошо. А все почему звезд возмущает желание Киселева создать на базе госконцерта и русской медиагруппы, куда и входит русское радио, патриотический медиахолдинг. Что любопытно, против ПМХ даже те, кто поддержал аннексию Крыма и считает курс Кремля верным. Казалось бы, что плохого в музыкальном-то холдинге? Конечно, ничего. Но опасение вызывает такая советская готовность делить артистов на правильных и неправильных. Холдинг должен обеспечить, пишет Киселев в письме Путину, творческо-музыкальный ресурс для идеологических задач и сделать так, чтобы под рукой были правильно настроенные кумиры миллионов. Тут невольно вспоминаются концерты колонного зала Дома Союзов. И Ленин такой молодой, и юный аксиабр впереди. После такого идеологического фильтра, судя по всему, все звезды станут одинаково полезны электорату. Будут на одно лицо. Перед ПМХ ставят три главных задачи. Поиск и взращивание молодых талантов. Вот вам и новое дыхание конкурса «Алло, мы ищем таланты». Во-вторых, в почете будут прежде всего артисты, выступающие не под фонограмму. Пожалуйста, включите фонограмму. И, наконец, патриотический медиахолдинг собирается продолжать сотрудничать с уже сияющими звездами. Другое дело, захотят ли они сами идти в ПМХ. Уважаемые телезрители, подробности этой истории исполняет Дарья Соловьева. Российский шоу-бизнес возмущен и грозит перестать петь. Создание нашумевшего патриотического медиахолдинга, похоже, вопрос решенный. Федеральная антимонопольная служба дает добро на покупку 100% акций российской медиагруппы «РМГ» государственным предприятием «Госконцерт». Это подтверждает заявление на сайте ведомства. Зачем мне все это слышать? Звезды уже и письма возмущенные писали. И песни из радиоэфиров грозились забрать. Не желают они петь под чужую дудку. А инициатива, медленно, но верно, пробиралась в Министерство культуры. Если там покупку одобрят, песенка недовольных спета. А начинается все в октябре прошлого года. Тогда Владимир Путин получает письмо от главы Совета РМГ Ольги Плаксиной и продюсера группы «Земляне» Владимира Киселева. И снится им не рок от космодрома, а инкубатор отечественных суперзвезд, выращивающий правильно настроенных поющих патриотов. Патриотический холдинг – это холдинг, который стоит на патриотических позициях и отвечает интересам большинства слушателей и зрителей. Патриотизм нынче публикой востребован. Если артист стоит на непатриотических позициях, он скорее потеряет в рейтинге. Путину идея приходится по душе. Создавать медиа-холдинг предлагают на базе активов, входящих в русскую медиагруппу. Радиостанции «Русское радио», «Хит-ФМ», «Радио Максимум», «Динамит-ФМ», «Монте-Карло» и канала «Ру-ТВ». Роль первой скрипки отводится к госконцерту. Песня медиапатриотизма льется рекой, пока не спотыкается агендиректор русской медиагруппы Сергея Кожевникова. Он выступает против продажи РМГ, опрометчиво уходит в отпуск и, оказывается, быстро уволен. На место Кожевникова назначают Сергея Архипова. Но и он не вписывается в стройный хор правильных голосов. По словам Архипова, одно из первых распоряжений, которые он получает от якобы новых акционеров, убрать из эфира артистов, выступающих против продажи РМГ, госконцерту. «Я ни с кем не собираюсь договариваться и не собираюсь быть инструментом для сведения счетов Владимира Киселева и артистов». Именно сведения счетов опасаются звезды, выступающие против патриотического медиахолдинга. Под письмом Путину, призывающим отменить продажу русского радио и других топовых станций государству, подписываются Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Игорь Крутой, Макс Фадеев и еще с десяток деятелей культуры. Ну знаете, свобода заканчивается там, где появляется госконцерт. Когда существует коммерческая прибыльная станция, возникает структура, которая как бы курирует Киселев и предлагает какие-то новые схемы. Если он хотел быть владельцем, ему надо было взять деньги, купить эту станцию и летать сюда не госконцерт, не флаг патриотизма, инкубаторства и всякого прочего. Это уже идет покушение на музыкальный жанр, который, в общем-то, до сих пор был вне политики. Если мы сегодня начинаем коммерческие организации подтягивать и делать из них государственные, и у нас будет одна пионерская зорька под управлением Киселева, я не вижу в этом никакой перспективы. Перспективу видят в высших слоях власти, а значит, патриотическому медиахолдингу быть. А если кто не согласен, можно действовать в современном тренде, провести референдум. Дарья Соловьева, «Неделя». Мы будем петь, будем гулять, за тебя, Родина, мать, и за страну жизни, ура, за тебя, Родина.